Мимические морщины, птоз верхнего века, опущение, складку. Не рекомендуем пациентам сразу лазер. Можно попробовать скорректировать данную проблему с процедурой глубокого увлажнения. Переорбитальная область лица или кожи вокруг глаз является самой чувствительной и быстрее всех подвергается возрастным изменениям. Поэтому так важно следить за ее состоянием самостоятельно или же с помощью специалиста. Тонкая мышца, активное кровоснабжение. Это все дает нам повод для того, чтобы более тщательно и как можно раньше начинать ухаживать за этой областью. Чаще всего пациенты обращаются к косметологу из-за возрастных изменений этой зоны или же генетических. В более молодом возрасте мы часто диагностируем у пациентов сухость кожи лица. За счет этого формируется мелкая сеточка морщин. В более возрастном периоде ко всем этим проблемам добавляются птоз верхнего века. Это не обязательно должно быть связано именно с возрастом. Бывает так, что генетически обусловленное строение, оно даже в молодом возрасте дает опущение, складку дополнительную на верхнем веке, которую пациенты часто хотят скорректировать. Чтобы обновить кожу вокруг глаз, современная косметология предлагает щадящие малоинвазивные методики с быстрым периодом восстановления. К минимальным инвазивным процедурам относятся ботулинотерапия, коррекция мимических морщин в переорбитальной области и глубокое увлажнение кожи с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Для более выраженного эффекта уплотнения кожи вокруг глаз косметологи рекомендуют лазерную блефаропластику. Мы определяем с каждым пациентом тактику ведения. Обычно, если все-таки пациент настроен на лазерное воздействие, на лазерное омоложение данной области, то мы рекомендуем проведение глубокого увлажнения кожи данной области за 10-14 дней до предстоящей процедуры, для того, чтобы подготовить кожу, для того, чтобы пациент легче реабилитировался после процедуры. Далее уже проводим непосредственно процедуру лазерного омоложения. И также мы рекомендуем повторить данную процедуру увлажнения через 2-3 недели после лазера, для того, чтобы, опять же, увлажнить кожу, уплотнить ее, создать оптимальные условия для выработки коллагена, эластина, для улучшения качества кожи. Финальным этапом в сессии омоложения данной области считается ботулинотерапия, для того, чтобы скорректировать мимические морщины и пролонгировать эффект от проведенных процедур. Эффект лазерной блефоропластики накопительный. Первый эффект мы ожидаем через 3-4 недели после проведения процедуры. Он будет выражаться в уплотнении кожи, в сокращении глубины морщин, в улучшении качества кожи, повышении ее тонуса. Но все-таки максимальный эффект мы получаем через 3 месяца после проведения процедуры. За этот период у нас нарабатывается наш новый, правильный, молодой коллаген. И тогда мы уже видим сокращение кожного лоскута на 10-15, иногда даже 20%. Что касается возрастных показаний к этим методикам, это вопрос индивидуальный. В последнее время идет тенденция к профилактике, закладыванию глубоких морщин. А значит, инъекции и лазер назначают и в молодом возрасте.